здравствуйте друзья сегодня мы разоблачаем разоблачаем то как михаил портнов гнобит студентов и педагогов портнов компьютер скул первое сам вид этой котомки которая в общем-то она из айки но вы понимаете что она напоминает и это уже как одним напоминанием унижает и студентов и преподавателей но мы посмотрим как он все это делает а я остаюсь за кадром вы меня не знаете и никогда не узнаете мой голос синтезирован искусственным образом потому что я боюсь мести значит нам помогают сотрудники школы давайте сотрудница вынимаете что у вас вы видите же руки женские лица я вам не покажу потому что это же может не не сдобровать так значит гнобление дальше вынимаю дальше вынимаю значит гнобление происходит в форме уничтожения здоровья вот с помощью вот этих вот страшных предметов которые специально приобретаются в русских магазинах в сан-франциско но это кофе это этот кофе он как бы сказать вроде бы безобидный такой растворимый кофе река на самом деле это с синильной кислотой значит теперь смотрим так давайте на принц пола я попрошу значит я попрошу скрыть скрыть скажите дожек кто-то у нас ножек есть так тут можно проще вскрыть вот можно вот прямо вот так тут где-нибудь вскрыть так давайте ножиком вот так скроем это все вма концы в номер方 открывать negotiate а самая гнусная в этом состоит в том что травит вот этим не не студентов на самом деле, студентам дают отраву более примитивную. Значит, эта отрава рассчитана на преподавателей. Не буду есть эту отраву. Так, вот многие сотрудники уже отказываются, но это им даром не пройдет. Вот, я попрошу с помощью ножика продемонстрировать это ядовитое изделие. Написано на коробке, что сделано это в Польше, видимо. Это все из Польши. Из Евросоюза помогают. Так, ну, кто-то будет пробовать. В принципе, одной дольки такой недостаточно, чтобы человеку угрохать окончательно. Это чуть-чуть. Но дело в том, что выдают целыми. Выдают целыми. Обычно берет стаканчик чая и целую фигню в бар туда, и все. И можно сказать, что нет человека. То есть, чисто внешне он остается, а внутренне он теряет себя. Так, давайте откроем большую. Вот это даже страшное. Это даже, не знаешь, как название это прочесть. Смыва. Делись. Да. Делайсис. Делись. Делайсис. Где это сделано? Хоть отрава-то где она? Изысканный вкус. А это из Российской Федерации. Вы знаете, друзья. Нет? Украина. Украина. Ну, это то же самое. То есть, видминно, да. Вы знаете, друзья, качество продуктов, которые приходят из этой части света. Они хотят, значит, местных. Вот эти вот, которые с непривычки. Вы знаете, с непривычки, друзья, такое нельзя. Это только... Конечно, те из нас, кто вырос там, вот они нормально переносят. Да. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Вот это блестяшки, это особый удар по детям. Специально. Так, ну давайте маленькую штучку разрежем, может быть. Уклачется номер пять укладывала. Уклачется. Это из спецслужб. Там известно, кто под номером пять. Давайте попробуем. Давайте, друзья, попробуем. Вот так гнобят. Вот так гнобят людей, которые отдают себя... Отдают себя. Отдают себя, не думая о себе. Так, видите, оно еще и не раскусит. Еще и по зубам тоже удар. Вот так. Покажите нам на срезе, что это. Это чисто внешне должно было бы напоминать... Это должно было бы напоминать шоколадно-вафельный тортик. Но вы сами, друзья, догадываетесь, что там внутри. Среди нас много химиков, микробиологов, врачей, то есть специалистов по отравлениям и, можно сказать, болезням. Вот они вам скажут, что там внутри. И вот на этом... Пахнет, конечно, хорошо. Специально, чтобы заглотил. И все. Вот, друзья, на этом мы заканчиваем наш разоблачающий сюжет. И несмотря на меры предосторожности, которые мы приняли, нам придется поменять дислокацию. Из этого бункера мы уходим и отправляемся в другой, где нас уже никто не найдет. Счастливо. До следующего разоблачающего репортажа. Редактор субтитров А.Семкин